Как кажется тем людям, у которых глаза квадратные, которые не могут принять судьбу. Итак, мы с вами рассуждаем о чем? Есть тяжелая карма, тяжелые сумки, нести невозможно. Не могу жить с этим человеком. Тяжелая семейная карма означает, не могу жить с этим человеком. Или не могу выйти замуж, не могу родить ребенка. Тяжелая семейная карма. Есть непреодолимая семейная карма. Тяжелая или непреодолимая человек не может сам узнать. Это милость Бога. Допустим, человек не может родить ребенка. Что нужно делать? Пытаться лечиться, работать над собой, учиться быть женщиной или учиться быть мужчиной, мужчине, чтобы появился ребенок. Так? Но если человек занимается интенсивно духовной практикой, то ему приходит знание, у тебя никогда в жизни не появится своего ребенка. И также приходит знание, что на самом деле любой человек может иметь ребенка. Хоть у него появится ребенок, хоть не появится, он может иметь ребенка. Но из-за нашей скупости, из-за того, что мы скупцы, такой человек он в молитве увидит, из-за того, что мы скупцы, мы не можем пойти просто в детдом и взять себе ребенка на воспитание. Из-за скупости. Я хочу своего, так это и будет твой. Нет, хочу, чтобы из меня вышел. Но это означает уже скупость, понимаете? Какая разница тебе, по большому счету, из тебя он выйдет или снаружи? Это будет твой ребенок по судьбе тебе положенный. Просто иногда человеку положено, что из него выйдет или из его жены. Человек бывает и женщина, и мужчина, я с разных точек зрения, как бы сказал. Иногда буду шутить, чтобы вы немножко улыбались, а то сейчас совсем я вас замучаю. А иногда бывает так, что человеку не положено по судьбе, что из него выходит или из его жены. И тогда надо пойти и взять ребенка на воспитание. Некоторые люди до старости живут и не берут ребенка на воспитание, говорят, мы бездетные, несчастные. Нет, вы несчастные, потому что вы бездетные, а вы несчастные, потому что вы скупцы. Вы не хотите взять ребенка и сделать его родным. Вы хотите, чтобы он сразу родным стал. Но Бог не дает изнутри, потому что не положено. Он говорит, если ты хочешь ребенка, возьми. Пожалуйста, нет проблем. Но изнутри не положено. Есть еще более разумные люди, им наставник говорит, они не поняли сами. Вот смотрите, еще более разумные люди понимают сами. А есть еще более разумные люди. Они не поняли сами, но наставник говорит, возьми ребенка прямо сейчас на воспитание. Неизвестно, родишь ты сам или нет. Он берет сам на воспитание, и женщина, которая берет ребенка, у нее сразу же вспыхивают гормональные функции женские. Все начинает работать так, как ребенок рядом, у нее женская энергия начинает расти. И если ей положено, хоть немножко положено по судьбе иметь ребенка, она очень быстро получает еще своего вдобавок. Но для этого надо слушать старших. А старшие – это те, кто знают, имеют знания о том, что такое жизнь. А таких людей очень мало сейчас. Поэтому человеку очень трудно. Каждый человек должен стать благостным. Бывает карма тяжелая семейная, бывает средняя тяжесть, бывает легкая. Но если человек идет правильным путем, то тяжелая семейная карма становится постепенно легкой. Потому что карма – это означает всего лишь сумки. Их можно по-разному нести, а несет сумки разум. Разум – это такая сила, которая соткана из знания о том, как жить. Есть благостное знание о том, как жить, есть страстное, есть невежественное. Когда человек пользуется благостным знанием, то тогда сумки становятся легкими. Он на машине их везет. Когда человек невежественным знанием пользуется, он их не может нести, потому что это невыносимый груз. Смотрите, благостное знание означает цели. Знание всегда означает цель. Куда я иду, куда я иду в своей жизни. Благостные люди изучают цель. Они пытаются понять, куда идти. Вот вы все благостные люди, раз вы меня столько времени слушаете. Я неизвестен, потому что я не знаю, сколько я, три часа могу прослушать лектора или нет. Это надо же сидеть и слушать три часа, а вы слушаете уже сколько и будете еще слушать. Это означает уже благостные люди. Итак, смотрите, интересно понять, что благостный человек, он может иметь тяжелую карму, но его карма постепенно становится легче со временем. Все лучше, лучше, лучше становится. Что значит благостный человек? Это значит, что он выработал такую концепцию счастья для себя. Я хочу научиться жить не для себя. У меня в сердце постоянно есть желание жить для себя. Оно мучает меня. Я хочу научиться жить в знании. Научиться жить не для себя по законам, высшим законам, законам священных писаний, по законам Бога. Я хочу так научиться жить по законам высшей истины, высшего знания, по законам священных писаний. Какого священного писания, которое придет в мое сердце, станет для меня ближе? Благостные люди, не сектанты. Они не говорят, только это священное писание правильное. Все остальные неправильные. Понимаете, это сектант так себя ведет. Люди, которые не понимают. У них, их сознания не хватает, чтобы понять, что Бог не такой глупый, чтобы только одной культуре дать знания. Нужно дать знания разным культурам. Веды говорят, даже не только на земле существуют знания о Боге, также на других планетах есть жизнь. Веды говорят, и там есть знания о Боге также. Есть писание. И сколько писаний? Столько, сколько типов отношений с Богом у людей. Вот, допустим, у меня такой тип отношений с Богом, такое писание, когда это предназначено. Вкус отношений рождает писание. Разные вкусы отношений рождают свои писания. Но одна и та же истина предстает перед людьми в разных видах. Так благостные люди стремятся к высшей истине. Они хотят научиться правильно жить по законам Бога. Они говорят, я не хочу жить для себя, мне надоело жить для себя. Благостный человек отрицает счастье жизни для себя. Он считает, жить счастливо можно только в служении другим. Вот это надо перешагнуть через эту платформу страсти. Теперь смотрите, страстная жизнь означает самообман. В чем он заключается? Я хочу жить счастливо. То есть, видите, уже по факту, хочу жить для себя. Не я как бы хочу жить для других и не думать. Хочу я счастливо, не хочу, это не мое дело. Придет время, и счастье будет. То есть, я верю в этот мир. Я верю, что если я живу правильно для других, то счастье приходит само, как награда. Страстный человек, хочу жить счастливо. И готов помогать всем, если они вместе со мной мое счастье строят. Субтитры сделал DimaTorzok